Всем привет, меня зовут Юлия Лето, и сегодня мы с вами поговорим о том, сколько хранится косметика все-таки, можно ли использовать косметические продукты по истечению срока годности, если да, то какие и так далее. Как по нескольку хранится косметический продукт? Как правило, на самой упаковке или же на коробочке пишется такой значочек с крышкой с открытой, и на нем указывается срок годности косметического средства после вскрытия. То есть, например, после того, как вы начали пользоваться тональной основой, она будет храниться ровно этот промежуток времени. Опять же, можно ли выходить за границы этого срока годности и так далее. Смотрите, продукты, в составе которых присутствует вода, могут храниться только то количество, максимум то количество, которое указано на вот этом значке, потому что вода это прекрасная среда для размножения всяких разных бактерий, и консерванты в продуктах работают ровно столько, сколько указано на упаковке. Соответственно, например, если мы берем тональную основу, там, консилер, крем, увлажняющий любой продукт, любой продукт, в составе которого присутствует вода, благоприятная среда для размножения всяких разных бактерий, если вы приобретаете продукты с водой, заранее позаботитесь о том, чтобы этот продукт у вас закончился до того, как и стечел срок годности. Вот, если мы говорим о тех продуктах, в которых нет воды, опять же, это может быть там пудры, помады, карандаши и так далее, продукты в сухих текстурах, например, то в этой ситуации, во-первых, как правило, здесь значок вот этот обозначает больше срок хранения косметического продукта, во-вторых, там нет среды благоприятной для размножения бактерий, поэтому даже если после того, как консерванты в этом продукте перестают работать, то можно этим самым пользоваться, потому что внутри там гиперплохого ничего не будет. Но, опять же, у меня в данном случае возникают некие все равно сомнения касательно неких сыпучих продуктов, например, рассыпчатых пудр, когда кто-то там открывает, и вот туда же прямо этой кисточкой, потом еще раз грязной кисточкой, то вот в этих ситуациях у меня, опять же, этот вопрос подвешен. В этом случае я так не люблю делать. Опять же, я люблю пересыпать продукт в крышку и потом все дезинфицировать, если мы говорим о сыпучих каких-то историях. Но, опять же, мы знаем, что в сухих продуктах бактерии не размножаются, и даже после того, как консерванты перестают работать, этот продукт в течение какого-то времени еще можно использовать. Поэтому, например, если у вас там компактная пудра, которую вы очень сильно любите, но у нее вот по этому значку срок годности истек, то гиперстрашного ничего с кожей не будет, если вы там проезинфицируете или там снимете верхний слой и будете использовать чистые кисти для нанесения пудры, и там не могут размножаться бактерии априори. Но, опять же, мы не говорим, что эти продукты хранятся вечно, но, опять же, если там написано срок годности, например, 12 месяцев, но у вас эти тени еще там, ну, как минимум наполовину, то есть можно пользоваться дальше. Ничего плохого в них не будет. Если мы не говорим о каких-то там гидропудрах, которые там какими-то водными, там, этими формулами сложными, если это обычная компактная пудра, если это обычные сухие тени, обычный румяна, хайлайтер и так далее, можно продолжать этот список, то ничего страшного гипер не будет. Опять же, если эта помада обычно на восковой основе, не жидкая, в которой, например, вода, то, опять же, ничего страшного не будет. Да, опять же, это более генично, потому что вы туда этот аппликатор не суете, и как бы это ужасно не звучало. Вот, собственно, надеюсь, я как-то на эти вопросы ответила. Поэтому смотрите, когда вы тональную основу покупаете и прочее, убедитесь в том, что вы используете продукты в течение срока годности. Если вы понимаете то, что срок годности уже там через несколько месяцев истекает, а вы не успеете допользовать этот тон, лучше им с кем-то поделиться. Или же как-то, может, иметь смысл немножко подналечь на него, использовать сейчас конкретно эту тональную основу, если у вас их несколько. То есть, мониторьте обязательно этот момент, для того, чтобы потом с кожей каких-то явных диких проблем не было. И, опять же, важно при этом использовать чистые кисти, чистыми руками наносить продукты и не забывать мыть спонжи перед каждым применением, потому что зачастую проблемы бывают часто именно в этом. Когда используешь грязные кисти, когда ты лазишь грязными пальцами в банку, и вот дальше уже все это потом привет на лице. Потому что у нас и так поводов для волнения сейчас очень-очень много. Ситуация вообще в мире, мягко говоря, я не буду даже это все комментировать на самом деле. Поэтому я надеюсь, что я была полезна. Может быть, это видео для вас дало ответы на какие-то вопросы, которые у вас оставались. И, например, имейте в виду, что если вы хотите купить на распродаже какой-то косметический продукт, посмотрите прежде всего на его состав. Потому что если в составе нет воды, то, вероятнее всего, вам этот продукт прослужит довольно-таки долго и будет вас очень радовать. А если, например, тональная основа, которая срок годности явно очень сильно ограничена, еще и после скрытия он где-нибудь 6 месяцев, то тогда я бы задумывалась на тем, покупать ли этот продукт нужен мне или нет. Особенно если он стоит довольно-таки дорого. Ребята, всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, я была для вас полезна. Если да, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подпишитесь на канал. И плюс еще выходило много разных интересных видео. Недавно вышло про организацию хранения косметики, про то, как сделать губки большими при помощи макияжа. И так далее. Много обзоров. Надеюсь, вам понравятся мои видосики. Если что-то не понравилось, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я приму к сведению и постараюсь справить об этом в следующих видео. И также, если у вас какие-то идеи есть для того, какие бы видео вы хотели видеть на канале, я буду очень-очень рада их прочитать у себя в комментариях. Все, ребята, всем пока. И до новых встреч, нового фотосика. Субтитры сделал DimaTorzok